Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Представители проектной организации Skyway приняли участие в международной конференции в Польше. В центре испытаний Skyway запущен новый испытательный комплекс, где будут проходить тесты отдельных частей подвижного состава и элементов путевой структуры Skyway. На ЭКФС 2019 многие гости привезли с собой образцы почв со своей родины. Рассказываем, что с ними происходит сегодня. Вышел сборник трудов по результатам второй международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты». Анатолий Юницкий провел переговоры с представителями бельгийской компании Becar о возможном сотрудничестве в сфере поставок сырья для организации серийного производства струнного транспорта. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 24 сентября в польском городе Гданьск прошла международная конференция «Традиционные виды транспорта и новые транспортные системы. Каким будет мир завтра?». Конференция проходила под эгидой международной премии в сфере транспорта, экологии и инноваций «Золотая колесница». В конференции приняли участие представители власти Польши, Словакии, Сирии и Сенегала, а также руководители мировых транспортных ассоциаций. От компании «Струнные технологии» в конференции приняла участие начальник управления развития бизнеса Светлана Волошина. В своем докладе она рассказала о перспективах развития современного транспорта и новых концепциях формирования городской инфраструктуры на основе технологии SkyWay. В завершении конференции состоялось награждение лауреатов премии «Золотая колесница», в числе которых генеральный конструктор проектной организации SkyWay Анатолий Юницкий, которому присудили награду в номинации за вклад в развитие транспортной отрасли. Во время проведения «Экофест-2019» гости праздника обратили внимание на новые объекты экотехнопарка. Генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий во время своего доклада рассказал, что одним из объектов является новый лабораторный комплекс. В новом комплексе пройдут испытания различных конструкций рельсов, колес и других элементов на износ шумодолговечности. Информационная служба SkyWay взяла интервью у начальника бюро стендовых испытаний заустроенной технологии Василия Муравского. В интервью инженер подробнее рассказал о запуске испытательных площадей, где будут проходить заводские тесты отдельных узлов подвижного состава и элементов путевой структуры SkyWay. Тестовый участок принят в эксплуатацию совсем недавно и в настоящее время продолжает выполняться различным стендовым оборудованием. Полную версию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте. Многие гости Экофеста 2019 привезли с собой образцы почв со своей родины. Организаторы мероприятия получили порядка 90 экземпляров с разных уголков планеты. Полученные образцы направили в банк почв Greenway. Здесь из полученной плодородной почвы выделяют наиболее многочисленные и эффективные ассоциации агрономически ценных микроорганизмов. На основе использования этих микроорганизмов будет подбираться состав гумуса Юнитера. Гумус Юнитера будут использовать для выращивания различных культур, например, овощных, зерновых или лекарственных. В лаборатории подберут оптимальные концентрации гумуса для каждой культуры, учитывая различные параметры. Урожайность, развитие корневой системы растений и другое. Подробнее о перспективах развития биотехнологии Skyway вы можете посмотреть в новом видео на нашем сайте в разделе новости. 21 июня 2019 года в Экотехнопарке прошла вторая международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы идеи проекта». По итогам конференции был опубликован сборник материалов. В него вошли доклады спикеров, а также выступления генерального конструктора проектной организации Skyway Анатолия Юницкого и почетных гостей конференции, среди которых генеральный директор Американского университета Шарджа Хусейн Аль Махмуди, финансовый директор группы компании Skyway BAPI Dash, летчик-космонавт Петр Климук и доктор технических наук Юрий Плескочевский. В книге подробно описана программа Spaceway, посвященная неракетному освоению ближнего космоса, а также проанализированы социально-экономические, финансовые, ресурсные, геополитические и философские аспекты по обоснованию неизбежности вынесения экологически опасной составляющей земной индустрии на околоземную орбиту. Компания-разработчик струнного транспорта продолжает развивать производственные мощности. В сентябре этого года введен в эксплуатацию новый производственный корпус строительства другого крупного цеха продолжается в свободной экономической зоне Минск. Однако для перехода к серийному производству также необходимо обеспечить поставки сырья и комплектующих изделий. В связи с этим 8 октября Анатолий Юницкий провел переговоры с представителями бельгийской компании Bekar о возможном сотрудничестве в сфере поставок сырья для организации серийного производства струнного транспорта. Гости побывали в экотехнопарке на производстве в Шабанах и завершили деловую встречу в Минском офисе компании-разработчика транспорта SkyWay. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok